Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня на предприятии по основным средствам числится порядка 40 тысяч роз. То есть такое количество роз уже за это время ушло. Мы хотим из этих 90 тысяч 60 тысяч роз пустить на реконструкцию старых цветников, то есть восстановить старые цветники. Там 25-я Чапаевская дивизия, ну все, где старые цветники, вы же, наверное, видели, да? Едешь вроде бы розари, там 3-4 розы растет и нет. Их, конечно, надо досадить, обновить, чтобы оно было в нормальном состоянии. И плюс создать новые цветники. Новые цветники планируются на проспекте Шевченко создать, в Греческом парке, какая-то часть будет в Стамбульсках, на поселке Котовского возле Звездного. Ну то есть мы захватим все участки города из расчета где-то порядка 10 тысяч на каждый район города. Работы будут выполняться комплексно, да? Будут еще создаваться новые цветники. Вот я хочу навести пример по проспекту Шевченко, да? Там будет задействована и живая изгородь, то есть вкрапление и хвойников, и розарии. Да? То есть работа проведется комплексно. Мы планируем от площади 10 апреля где-то до Олимпийца, левую-правую сторону сделать, ну, очень хорошо. Потом так же самое мы планируем озеленить, благоустроить Петии Гаврика, Старая Одесса, Преображенский парк, Центральная полоса, что идет от привоза сюда в центр парка. Вот таким макаром. Но работы будут не только высадка роз, да? Будут и деревья, и это самое, и хвойники. Сегодня я хочу сказать тоже по улице Пушкинской, да, вы, наверное, видели, мы накопали ям, и где-то 30-го числа мы будем высаживать хвойники, как мы вот вначале показали для примера, да, кусочек высадили. Вот так будет вся улица Пушкинская высажена в хвойниках. Дальше идет реконструкция Приморского, не реконструкция, а Приморский бульвар. Вы, наверное, сегодня заметили, да, мы высаживаем растения, растения будут так же самое, ничего не поменяется, будет функия, но функия будет четырех сортов, и в разных направлениях высажена, она будет создавать волнообразную такую картинку. Также мы планируем впереди мэрии, это самое, сделать светничок. Попутно высаживаем и деревья, на сегодняшний день мы уже высадили порядка 400 деревьев, то есть работа кипит по-полному, и со своего питомника тоже сегодня едут, есть по обращениям граждан, очень люди обращаются высаживать деревья, мы это все дело собрали, скомплектовали, сейчас выкопаем деревья и будем закрывать эти вопросы по обращениям граждан. То есть идет полноценная работа по высадке растений в город для улучшения эстетического вида, и также, включая, будем высаживать по улицам городом. Также мы планируем на, от четвертой до пятой, как вы видели, наверное, да, с правой стороны высажена живая изредь и деревья, и в этом году мы планируем точно так же самое, только с противоположной арт-училища. Ну, проектов очень много, конечно, дай бог их реализовать, и я думаю, на все это получится. Сегодня у нас есть коммерческий отдел, да, где мы промониторили цены по всей Украине, какая цена роз, и взяли, может, это еще и малая цена, потому что розы, мы взяли где-то в среднем по 50 рублей на опте, да, а розы заходят там и 60, и 70 рублей. Ну, надеемся, что появится такой поставщик оптовой поставки, который предоставит нам эту розу. На сегодняшний день тепличный комплекс переходит, ну, грубо говоря, в зимний режим работы. То есть мы закрываем теплицы, да, и готовимся к 21-му году, к высадке весенних, к выращиванию весенних цветников, а также созданию цветников, которые будут дальше на протяжении лета высаживаться. То есть идут подготовительные работы по парниковому хозяйству, по тепличному хозяйству, ну, можно сказать, в штатном режиме. Сейчас идет закупка семян, которые будут высеваться, начиная с нового года, где-то до февраля месяца, чтобы зайти с посадочным материалом на посадочный период в городе. Состояние теплиц, в принципе, не изменилось, да. Теплицы у нас голландского типа, но мы там сделали такую маленькую свою реконструкцию, то есть сделали теплицы в теплиц, чтобы лучше экономить тепло, меньше было теплопотерь. По тепличному хозяйству было принято решение, чтобы не сделать просто реконструкцию, да, а сделать уже реконструкцию такая, которая будет отвечать современным качествам, да, с перспективой на будущее, да, чтобы каждый год, допустим, делать какие-то маленькие реконструкции. То есть выйти на полный, на полный, на полноценный тепличный комплекс, да, который будет отвечать европейским стандартам и будет работать дальше на перспективу. То есть увеличение производства цветочной продукции, да, экономия всех видов энергии и уменьшение затрат человеческого труда. Поэтому сегодня нам предлагают разработать киевско-голландский проект. Он сейчас в разработке, они привезут нам, предоставят, и тогда мы обратимся в город для принятия решения по этому вопросу. Я думаю, вопрос будет положительный.